Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ На старом кладбище ПУТЕВКА В медицинский Иван пошел сознательно и проводил в анатомичке больше времени, чем все остальные студенты, почему ты решил стать патологоанатомом? Спрашивали его друзья, лечил бы себе детей или нервных дамочек, работа чистая, не обременительная, вот именно поэтому, восклицал Иван, Покойники не нервные, не визжат и не пускают сопли. А чистота в морге должна поддерживаться не хуже, чем в операционной. Друзья махнули на него рукой, но за кружкой пива не упускали случая отпустить пару прикольных шуточек. Однажды Витек, его школьный товарищ, зашел к Ивану после ужина, ты чего так поздно? Спросил его Иван, я тебя ждал матч смотреть, добротельник заболел. А тут еще эта путевка, какая путевка, ты же знаешь, начал объяснять Витек, Мишка с первого класса на вампирах помешан. Ну, я с дуру и пообещал его в Румынию свозить. Вчера горящую путевку взял в Брашов, с экскурсией в замок Дракулы. А Мишка чего-то съел, весь вечер из туалета не вылезал, ночью температура поднялась. Расстроился, конечно, но куда с таким поедешь? И путевки жалко, пропадут. Может поедем? А, да вампиры, это как-то не мое. Я, конечно, с мертвыми имею дело. Но не с живыми мертвыми, понимаешь? А с мертвыми, да ладно, поедем, Вань. Куда ж я путевки теперь дену? Ну, поедем. Махнул рукой Иван, звездочка, 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 гостиница в Брашове была так себе. Но на три дня и две ночи друзья не стали заморачиваться насчет отсутствия удобств. Бросив сумки и переодевшись, они вышли, чтобы прогуляться по городу, медленно погружавшемуся в вечерние сумерки. Экскурсия назначена на завтра в десять утра. Сказал Витек, представляю сейчас Мишкину расстроенную рожу. Смотри, Витек, это что тут у них такое? Спросил Иван, указав на стену, обмазанную цементом, со старыми металлическими воротами. Они отошли от гостиницы квартала на два или три. Заглянув сквозь прутья ворот, увидели небольшой парк, усыпанный опавшими октябрьскими листьями, и какое-то сооружение в глубине. Пока ребята оглядывали парк, ворота скрипнули, да тут не заперто, сказал Иван. Ребята толкнули ворота, которые заскрипели гораздо больше, чем они ожидали, и вошли внутрь. Из сооружения, похожего на склеп, сразу вышел старичок и пошел им навстречу. Поздновато вы, ребятки, темнеет уже, сказал старичок, для чего поздновато. Спросил Витек, а вы разве не туристы? Туристы, а у вас тут что? Музей, у нас тут кладбище, ответил просто старич. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб. Субтитры создавал DimaTorzok